Здорово, братья! Доброе утро! 19 января, вторник у нас, с крещением. Так, время полпятого, поехали. Друзья, часто нахожусь в рейсе, но когда появляется свободное время, можно поиграть в крутую мобильную игру «Викинги». Кстати, разработчики спешат нас порадовать новым событием. Хоенганг – эпический поединок кланов. Для участия в нем, вождили и старичных кланов должны подать заявку и выбрать время проведения поединка. Кстати, на форуме у викингов есть подробный гайд, он поможет подготовиться к состязанию и одержать в нем победу. Викинги всегда славились своими конкурсами для новых игроков, но в этом месяце призов будет очень много. Абсолютно все, кто дойдет до 35 уровня, получат подарок от разработчиков. Условия предельно просты. Чтобы поучаствовать в розыгрыше главных призов, надо достигнуть определенных уровней дворца до конца февраля. Итак, третье место – iPad Pro 11. Надо достигнуть минимум 15 уровня дворца. Второе место – iPhone 12 Pro. Дойти минимум до 25 уровня дворца. Но и первое место – MacBook Pro. Разыграется среди тех, кто достигнет максимального уровня дворца 35 до конца февраля. И это еще не все. Специально для моих зрителей мы разыграем дополнительный приз – AirPods Pro. Присылайте свои оригинальные фото с бородой по ссылке в описании. Доходите до 10 уровня дворца и участвуйте в бородочеллендже. Чем больше креатива, тем лучше. Вот лишь малая часть счастливых обладателей призов. Станьте одним из них уже в этом месяце. Внимание! Розыгрыш состоится 5 марта. Напоминаю, что каждый ваш переход по моим ссылкам помогает мне развивать мой канал. Качайте викингов именно по моим ссылкам в описании и станьте героями захватывающих событий в мире викингов. Ехать 215 километров до таможни нам. Движняк уже вот полчаса тут машины одна за одной выезжают. С Европы рано начинают работать. Камушек нацепляем сейчас. Готовьтесь к правому повороту через 550 метров. Вон там она только заезжает, вы видите. Отчасти приказала, а в 8 утра уже быть на месте. Поеду заранее. Я говорю, возьми, приеду. В 8 надо быть. В таком тоник приказном. Я вольт. Приеду в 7. Ну в 7 не приеду. Как раз пол пятого, 215. При самом хорошем раскладе это ехать. Ну и что, и как теперь вот здесь повернусь направо, интересно. Вон там булыжники. Ну ни радиуса не хватит. Нужно, наверное, назад отдавать. Конечно, поставил красавец. Я не знаю. Я сейчас радиус побольше возьму. Вон там тоже мучается. Повернуть пытается. Ну мне что-то подсказывает, что я здесь не впишусь. Это нормальное явление на парковках, когда ты не можешь проехать. Не, я тут не вписываюсь однозначно. Или все-таки спешусь. Я знаю, я знаю. Вписываюсь. Не, я вписался. Ну в общем, вот такая фигня. Оно нормальное явление тут постоянно. Все парковки забиваются. Видите, автохол 20 евро стоит. И он битком. Парковаться негде. Мест не хватает парковочных. Видите, вот так становится. Ну кто как. Изменение машин. Через 170 метров повернуть налево. Отходы строили. Затем через... Шлопан-то снесен. Ну я как бы ходил к этой... Немке. Давайте отобьемся, чтобы мы тут не высветились, как злостные. Так-то можно вот, в принципе, уехать. Короче, я не знаю. Шлуба у монет. Все, поехали. Я оплатил. Ко мне никаких претензий. А пачка вот-вот на фирма. А вот напротив выгружался. Говорит, не должен был выгружаться. Говорит, рано приехал, сказали, давай, заезжай. И не было времени у нас вчера с ним долго поговорить. Потому что ему нужно было домой ехать. На базу. Минут сорок. Ему ехать, говорит, а осталось уже меньше часа. Все, говорит, ночью, говорит, прицеп опять грузят. И утром он опять куда-то поедет. Сказал, я забыл. Вот. Ну так, с камея, конечно, у него огонь. Эрочка, красотка. С утра, бла-бла-бла. В два голоса. Так, ну сейчас мы уходим в сторону Франкфурта. Прибор работает. Вот. 13 километров. И потом на Франкфурт мы не пойдем. И пойдем на Коблинс. У нас Коблинская таможня. Но нам за Коблинс еще нужно будет ехать. Километров 100, наверное, за Коблинс. Пол пятого. Автобан начинает оживать. Еще час, и он будет битком. Ну, о чем я говорил. Время без 26. Сплошной поток грузовиков уже валит. Мы вышли на 30 автобан. Вон, посмотрите. Две змеи. Одна белая, другая красная. Одна навстречу, другая... Не навстречу. Самый движ. Рано начинаю. Здесь рано. Рано начинаем. Рано начинаем. И у меня на стоянке вот... С четырех я проснулся в три. Поднялся. С трех до четырех было тихо. А вот с четырех все, такое пошло движение. Один за одним стали выезжать. Ну и вот, сами видите. Народ уже вовсю работает. Третий автобан это вот запад с востоком соединяет. Туда, на восток, к австрийской границе он туда идет. К Чехии, к Австрии. Ну а сюда, на запад, тут на Кёльн. По прямой. Мы немножко по нему проедем. Потом опять уйдем с него. Станция Хацепетовка. Промежуточная. Пребываем. К таможне. Кстати, написано в 7.30 откроется. Сейчас 7.10. Вот как раз мы приедем. Пять минут. Пять... Три километра осталось. И таможня заработает. Все четко. Вот так. Красиво. Пока. Снег. Нет. На снеге тут никто и не слышал. Может быть видел, но он тут же исчезнет. А это прямая вот прямо если ехать, это туда. На Люксембург. Трейер Люксембург. Совсем недалеко от Люксембурга. Единица автобан. Ну а мы съезжаем. Съезжаем. Съедем с автобан. Съедем с автобан. Здесь я полностью в вашем, как говорится, распоряжении. Вы все знаете. Я ничего не знаю. Тихий вспоминал. Пока вижу, что указатель промзоны направо. Но и налево тоже есть промзона. Готовьтесь к правому повороту через 400 метров. Реал. Торговый центр или это склады нет. Магазин. Можно сказать практически рядышком. Где я превышаю? Полтинники. 50 еду. 45 еду. На следующем повороте поверните направо. Цоланд. Сказатель. Да. Вот нам туда. Вон алдзи тут елки-по. Все есть. Мне так нравится, когда они вдвоем начинают. Куда-куда-куда-куда-куда-куда-куда. Смешные такие. Мещер велосипед. Может, ты справа поехал бы по велосипедной дорожке? Сеньор. Нет? Да, ну давайте. Да, мы тебя аккуратненько обгоним. Готовьтесь к действиям. Конечные чувства через 400 метров. Вот через 400 метров с левой стороны у нас должна быть таможня. Все тут есть. Какая площадка нет? Или тут на улице стоять? Посмотрим. Так-то вот места есть на улице свободные? Пока. Внутри не надо заезжать. Вон кто-то вон припарковался слева. Можно было вот здесь, в принципе, справа припарковаться. А вот здесь вот можно слева. Вы прибудете в конечный пункт через 100 метров. У тебя тут остановка написана запрещена. Вот таможня с левой стороны. Ну, внутрь я так вижу тут. Мы достигли конечного пункта слева. Ну, я понимаю, что я достиг конечного пункта слева. Что там у нас? Я не знаю, он там... Можно туда заезжать, нельзя. Нужно, не нужно. В принципе, что? Вот место есть. В общем, сейчас мы на обочину прижмемся. А там, если что скажут, тогда заедем. Потому что, ну, не знаю. Там я никого грузовиков не вижу. Движение вроде бы как запрещено. Там значок висит. Сейчас сзади нас там объедут. Две маленькие. Встанем здесь вот слева на обочине. Скажут заехать. Заедем. Встанем здесь вот. Сюда. 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 А там через 15, через уже даже 12 минут начнут работать. Маленькая стоит там сзади, вон она в нее не упереться. Обидно будет. Все. Прибыли. Ну, я так понимаю, это вот этот таможен. Там даже кто-то появился уже. Пойдем разбираться. В общем, сказали покурить часик. Вышел таможенник, сказал вартен. Вартен, так вартен. Будем самовар доставать тогда. А то сегодня, после вчерашнего ужина, кушать не хотелось. А вот уже 3 часа проехалось. Так что-то там подсасывать начало. Поэтому сейчас мы чайок заварим с бутербродиками. Пока здесь суд доделал. Так, документы нам пока не нужны. Будем завтракать. Как раз у нас уже светает. Видите, все хорошо. Скоро совсем расцветет. Ехать отсюда до выгрузки 20 километров. Так что все будет пока. Все это процесс с растаможкой затягивается. Уже 10. Немец-таможенник махает руками. Каких-то документов ему не хватает. Здесь снег, где мороз, да? Дождь идет. Пошел. Пойду. В магазин схожу пока. Че сидеть? Я сижу засыпать начинаю. Как-то спать ложится не солидно. Интересно, а туда если пройти? Я там на въезде, помню, магазин был. Так, это в город, наверное, туда. Сам этот Витлих. Пойдем посмотрим, что там есть интересного. Интересного. Зима. Плюс 2, дождь идет. Вчера был, да? Серьезный такой перепад. Минус 23, ой, минус 20 и плюс 3. Чувствительно так. Ну, а сегодня уже нормальная местная зима. Так, в горах-то был-то, ну, на вершинках, ну, на холмах. Снег. А тут весь и вообще все. Факт, что его сегодня тут вообще не было. Не сегодня, а в этом году, я имею в виду. Ну, да, и там жилые районы начинаются. А вот что у нас там? Желтенькая светится. Нет-то, что ли? Точно. Там нет-то. Там был Алдик. Пойдем в нет-то, в нет-то ближе. Сказал там по церебице клиенту, чего они там не чешутся. Ладно. Пойдем. Заглянем там что-нибудь, пару копеек оставим. Видите, он, шашлык по-русски написан. Так, поехали. Немножко растаможка сегодня задержалась. Что-то говорят, каких-то бумаг не было. Ну, сейчас без 20 и 12. Ого, а где-то ты такого снега нашел. Ехать нам 20 километров до выгрузки. Ну, ничего, ну-то мы тут в магазинчик прогулялись на 40 евро. 39. Ничего не купил. Опять памперсы, шмамперсы. Ой, шоколадки. Погнали. Сейчас, наверное, на обед попадем. Ну, ничего страшного. Вот и ждите все эти... Как они магазины, которые... Кроме продуктовых закрыто все. Локдаун. Прикольно у него черепа кости. Черную метков. Закрыто. Что промтовары, что хостовары. Что техника, все. Только вот погодка что-то как-то совсем не радует. Придется малость помокнуть. Через 200 метров поверните налево. Едите на дорогу скреповое движение, а затем съедите... Через 100 метров пересеките дорогу скреповое движение. Съедите, используйте дорогу съездки. Автоцентры, я так понимаю, все закрыты. Парковка, остановись, да, стой. Нам на автобан не надо. Мы его сейчас пересекем и поедем туда-куда-то вот туда. Куда-то туда. Через 100 метров поверните налево. Через 50 метров поверните налево. Не, надо на автобан. Реги шесть, пустите, пустите. Попрят. Собрал. Маленько. Сейчас выйдем. Что интересно. С этим участком, вот именно вот здесь вот, на юге, ну вот, Коблинцы, вот сюда, вот. В 2003 году. Свою международную карьеру я начинал тут в одной тоже конторе. В тот момент она единственная, которая набирала без опыта международных перевозок. Ну, вот, начинал у них работать. Ну, короче, сразу ездил на одиночке 7-месячной, потом с прицепом 7-месячной у меня была, без пальника. А потом это, гляну, что там. А потом это, потом дали манам. ДГА-шку, как это был 2003-2002 год. Паровоза там все, 120 кубов. Низкоравный. Ну, правда, каждый рейс-сервис был там. Еще на сервисе я точно помню. По Франкурте-на-Одере заезжали на сервис. Ну, этот, говорит, немец на сервисе говорил. Гарантия капут, говорит, фирма капут. Ну, он там вообще весь рассыпался. Какой-то, я не знаю, недоделанный был. Ну, дело не в этом. В общем, послали меня как-то раз тут грузиться. Вот где-то вот в этих краях грузил я поливалки, поливальные установки. Две штуки, они высокие, но вот как раз по высоте входили. Одна в машину, другая в прицеп. На Белоруссию. На Могилев. Приехал, загрузил. Все, как раз одну. Одна туда, одна туда влазила. И это. Читаю получатель. А получатель? Администрация президента республики Беларусь. А нет, вру. Получатель там колхоз рассвет под свет. А в заявке, в заявке у меня указано заказчик, администрация президента республики Беларусь. Думаю, нифига себе. Крутой такой рейсик. Ну, все, загрузился. Документы получил здесь вот. Вот где-то вот здесь. Уже точно не помню. Считайте, сколько это было. 17 лет назад. Вот. Еду и еду назад. А тогда еще тоже через Бобры выходили. Еще в Бобрах белорусского терминала не было. Таможенного, который сейчас вот там оформляется за речкой. За речушкой. А белорусы еще сидели у поляков на польской стороне. Как вот к полякам заезжаешь. И сначала идешь вот куда мы все время ходим. Оформляешься у поляков. Соседнее здание потом оформлялся у белорусов. Ну, все, у поляков пошел, оформился. А колейки тогда были там сумасшедшие. Ну, оформляюсь и к белорусам захожу. Ну, он что-то там решил провернуться. Там таможенник. Что-то ему там не понравилось. Я не знаю документы. Ну, он там туда-сюда там что-то. Короче, ему нужно какой-то документ было заслать. Я говорю, ну, и базара нет. Было, ну, 2 часа ночи было. Я говорю, базара нет. Все, говорю, я пошел спать. Говорю, администрация президента, говорю, наверное, будет не очень довольна. Он такой что-то. Там, смотри, все таможенники аж колотушками стучать перестали. А при чем здесь администрация президента? А я ему заявку показываю. Я говорю, посмотри, кто заказчик перевозки. А получатель там в Могилевской области колхоз рассвет там, допустим, примерно. И все, я за папкой пошел. Еще точно помню, пошел. А там еще кафешка работала на разлив. Пиво можно было. Но я разлив пиво не брал. Купил баночку, думаю, что я пойду в машину пивка попью и спать лягу. Прихожу. И где-то шатался, наверное, тоже минут 20, наверное. Поэтому по таможне там, там за ним, там, короче, прихожу, а коллега стоит рядышком в елке. Где ты ходишь на меня, чтобы? Да, говорит, таможенник здесь, говорит, всю машину, говорит, облизал, говорит, языком. Тебя, говорит, искал. Иди, говорит, туда, к ним. И еще ему надо. Пошел. Прихожу. Он такой. А чего вы сразу не предупредили? Вот, блин, да. Это, то есть, если заказчик администрации президента Республики Беларусь, значит, то, что ты там у меня потребовал, уже не надо. А если бы остался этот колхоз рассвет под свет, то уже эта бумага нужна была, и ты бы меня ночью не оформил. В общем, он мне колотушками все это отстучал. Все, документы у меня оформили, поехал. А получается, выехал, переночевал. А было в воскресенье. А тогда там... В общем, дома я не задержался, поехал я в этот могилев сразу. Приехал в воскресенье вечером, там в могилеве переночевал. Иду в 8 утра сдавать документы на таможье. Ну, прихожу. Все, документы отдал. Корнет, еще корнет, по корнету ездили. Корнет-сир. Что-то мы за кем-то так прилипли на подъеме. Габарит, по-моему, какой-то. Вот. И пошел там, помылся. Короче, я подхожу к машине в полдевятого. После машины уже стоит, машина стоит, девчонка. С корнетом моим. На меня, где вы ходите? Я уже здесь минуту жду. Я не понял, я говорю, какие здесь минуты. Все, говорит, поехали выгружаться. Какое выгружаться? Я полчаса назад документы в таможню сдал. Все, говорит, он у меня отдает документы. Все, вы растаможенный. Как так-то? Говорит, по письму. Все, говорит, оформление всех бумаг, говорит, потом. После обеда, говорит, вот это первая одна поливалка уже должна, говорит, в поле выехать. А там что-то я читал характеристики. Вообще, там они какие-то, ну, бешеные охват вокруг. В общем, она поливает, там очень бьет, и цель очень далеко. Какая-то такая серьезная штукенция. Поехали, ладно. Я собирал столько чай, там, пить кофе, там, туда-сюда. Она со мной садится, я вас провожу, там, ехать километров 20 или 30 от Могилева, я не помню. Это деревня до этой. Зажаем эту деревню. Ну, деревня, там, поселок, наверное, какой-то большой. На Мехотвор заезжаем, а там, наверное, человек 20 работников. Я еще остановиться не успел. Они уже там за шнурки тянут, а там пломбы 60. Все, стоять зорька. Все, трррр. Короче, если у меня сейчас тут как расчехлите, я потом не соберу его обратно. Ну, правда, я ничего не делал. Все, они мне все разобрали. А вынимать краном надо через верх. Крыша не сдвижная, там был же обычный паровоз. Машину, прицеп разобрали мне все. Достали эти две поливалки. Ну, я там не спеша собрался. Все. Выехал к нему сельсовету там какому-то. Стал на процессе сельсовета. Да, было где-то часов 13 дня. Сижу там. Уже решил завтрак с обедом совместить. Они сами боялись, что снега нету. Вот он. Что мы совсем 40 метров в час едем. Вот. И тут что-то слышу, музыка какая-то. Короче, смотрю. И мимо меня трактор белорус зацепил эту поливалку одну. И поволоку ее в поле мимо меня. А за ним делегация человек 20 или 30 там с барабанами, с музыкой. Короче, потащили они эту поливалку туда, в поле. Вот. И что самое интересное. Ну, получил там загрузку. Тогда один работал. Получил загрузку. Мы обычно в Белоруссии досками грузили. Загрузился досками опять сюда, в Германию. И вторым рейсом, вот этим же рейсом, мне опять дают сюда грузиться, сюда же, здесь. Опять с двумя поливалками, только уже не на Могилевскую область, а куда-то в этот. Гомельская. Ну, я загрузился. Я ж уже еду, уже все. Уже пальцы швейером, уже фраер. Я ж знаю, кто заказчик. Приезжай опять на границу, бобрый. Таможенник тоже там что-то сидел-сидел. А растаможка была в Гомеле. Там несколько таможен, таможен Гомеле. И таможня Гомель Орс называется. А Орс это, ну, железная дорога. И он мне, короче, говорит, я тебя не могу туда отправить. На Гомель Орс. Там, говорит, курсовики не растамаживают. Я тебя направляю на другую таможню в Гомеле. Я говорю, услышь, родимый, мне не надо на другую таможню в Гомеле, мне нужно на Орс. И меня там растаможен. На чай я такая, на смотри. Опа! Такой внимательно прочитал, понтоваться не стал. Колотушкой мне отстучал, отправил меня на этот Гомель Орс. Вот. И получилось, я в этот Гомель Орс приехал на День независимости. Я спросил, мне сказали, все, в День независимости. Короче, они в День независимости вывели эту таможню туда, на работу. Но, правда, я не поехал в эту деревню там какую-то выгружаться. А меня прямо на таможне пригнали град. Пригнали там какую-то... Ну, маза с полуприцепом открытого. В общем, прямо там на таможне перегрузили. В День независимости Беларуси. И отправили. Повезли они уже сами. Вот. Такой тут был. Именно вот с этой... Вот с этой вот землей, вот ниже Гоблиса, сюда вот по единице. Вот где-то здесь. Где? Я уже, конечно, не вспомню. Ни фига тут снега насыпало. Вот. Так что вот такая вам история. Ну, так интересно было. Особенно смотреть на их визоономии, когда они по концовке узнавали, кто заказчик. Следует больше я их уже не возил эти поливалки. Не знаю. Там вот четыре штуки я точно привез. Ну, там я читал характеристики, там что-то я вот поле, если взять, там по центру поля ставишь, и она там со всех сторон разливает эту воду. В общем, там охват такой какой-то не детский был. Там мощные струи, там шланги эти длинные. Такая прикольная штука. 2003 год. За 17 лет тоже много чего может поменялось. Еще больше, сейчас еще круче стали. Ну, вот была такая. Вот. Ну, а мы едем. 7,5 километров нам осталось. Крапкие итоги. По земле у нас получится 2835 километров. Этот рейс. Сейчас 831, еще 4, как раз, 2835. Идут даже снежочек укатали. Превратив его в лед. Плюс один. По оправке пока так ничего мне не сказали. Я, в общем-то, как бы и не спрашивал. Думаю, если бы уже что-то было конкретно там, ну, уже бы сказали бы, что нужно цыгель-цыгеля и люлю. Ну, я так понимаю, цыгель-цыгель и люлю пока. Возможно, будет чего-то ждать. Нам все равно суточный стоять надо, получается, когда в субботу я с Минска выехал. Это в пятницу утром меня поставят на суточный, в четверть вечером, получается, завтра-послезавтра, то есть. Да. Не будем мы уже, конечно, этого с краном обгонять. Нам сейчас все равно съезжать. Надо посмотреть. Что-то фотографию присылали, вместо выгрузки непонятное какое-то, навигатор не находит. Навигатор находит дом 10. А мне надо 12 на этой улице. Еще какой-нибудь частный дом. Хотя, как контора называется. КМ. Видите, что-то. КМ-БХ, не фирма какая-то. Поехали, смотри, КМ. Тут рядом километр от автобана. Где-то здесь совсем рядышком. Ничего себе. Ехал вообще ничего не было. Смотри, только тут. Вот где я стоял же, снега вообще не было. Сука, я проехал тут. 15 километров. 17. Вон что делается. На следующем повороте направо. Ника себе. Готовьтесь к левому повороту. Здесь, где-то 50 метров. Готовьтесь к левому повороту через один клопит. На левому повороту. Вот где-то. А, ну вот эта карту вот здесь. Вот тут нам выгружаться. Трубы торчат. Ну, это сухость игра. Точно, вот КМ. Прямо вот она. Вот в этой фирме у нас выгрузка. Приехали. 12. Наверное, сейчас обед будет. Куда заезжать грузовикам? Направо написано. Наверное, заезжать-то надо все равно внутрь. Не, ну там-то маленькие. Чего там делать-то? Там как бы офис легковые. Едем по следам. Приехали. Сейчас мы спросим. Так, оплата. Танка. Тык-тык, пальцем показали сюда. Вот. Кто-то здесь уже стоит. Пойдем. Нам, наверное, вот сюда, скорее всего, нужно будет задом сдать. Пойдем узнавать. Поляк стоит. По итогу немного не сюда. Надо развернуться и назад. С другой стороны, короче, он мне сказал. Хорошо, хоть территория тут есть, где развернуться можно. Какая-то здесь снежка подсыпала. Ну, поехали туда. Довольно лихо меня взяли выгружать. Уже вот здесь все выгружено. Осталось тут раз, два, три, четыре подъема. Привезли мы им снег. У них свой есть, но мы еще немножко привезли этого Тверского. Ну, все, отлично. Сейчас разгрузимся, соберемся, начнем задавать вопросы тогда после этого. Откуда, что, куда, зачем. Все, мы выгружены. Делов-то на полчаса. Дольше будем тут порядок наводить. Ремни, доски, все эти дела. Уже с загрузкой определились, поедем мы сейчас. А что я буду говорить? Когда поедет, тогда я расскажу. Буду увязываться, надо щиты привязать. Пару штук оторвалось. И все. Снег не буду убирать, пока до штук доеду, он весь растает. Их два, дочь, дурдом.